В прямом эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. В Национальном парке Тузловские лиманы произошла смена руководства. Министерство экологии и природоохранных ресурсов вместо эколога Ивана Русева назначила новым директором Виталия Чекира. Сегодня у нас в гостях эколог и общественный активист Владислав Болинский. Здравствуйте, Владислав. Я знаю, что по информации общественников, вы считаете, что новое руководство Национального парка является некомпетентным для занимаемой должности. Прокомментируйте ситуацию с назначением. Почему вы считаете, что так случилось? Какое будущее у нас парка с этим руководством? Я бы не торопился назвать победителя конкурса, конкурса в кавычках, уже новым руководством. То есть назначение не произошло. Более того, этот результат конкурса даже не подписал министр Семирак. И, честно говоря, мне очень интересно, как он это сделает, особенно после того, как лично я выложу видео этого конкурса, где видно, как конкурсант задает вопросы. Ну, это вопросы где-то порядка уровня седьмого класса школьной программы. И он не может на них дать ответа. То, в общем-то, так дискредитировать низко само понятие конкурса и нового подхода демократического и победы, революции, достоинства, я не думаю, что осмелится Семирак. Даже следующим этапом должно быть подписание на назначение уже головы района администрации Татарбунарской. Как мы знаем, этого головы уже нет порядка восьми месяцев. Поэтому в данном случае Иван Русев остается руководителем, исполняющим обязанности директора национальных парков Тузловской и Лиманы. В целом, конечно, комментировать такого рода конкурсы, которые, в общем-то, вот те, которые сегодня тоже проходили в Министерстве экологии, скажем, мне бы не хотелось, но вот приходится, потому что фактически это бутафория. Дело в том, что конкурс проводится без утвержденного положения. Фактически этот конкурс не может быть легитимным, потому что он не касается национальных парков и он должен быть разработан специально под руководителя национальных парков. В данном случае они используют общее положение, которое не учитывает требований к профильному образованию. И не учитывает, то есть человек может быть просто иметь высшее образование, но вы понимаете, что национальные парки должны возглавлять люди, которые в первую очередь заботятся о, собственно, экосистемах, о животных и растениях, и люди должны как минимум разбираться в этом. В данном случае я действительно присутствовал на этом конкурсе. Первый претендент, который поступил, это бывший глава районной администрации Раздельнянского района. Человек абсолютно далекий, скажем так, от этого профиля. Может быть, где-то он в чем-то и разбирается на самом деле. Он не смог ответить вообще ни на один из поставленных вопросов. Господин Чекир, он был рекомендован, у него была рекомендация от областного управления нашего экологии. Естественно, господин Петрив с ним поработал. Конечно же, у него был готовый материал, который он с листка читал. Читать он умеет, я могу это сказать однозначно. Но вот на вопросы, которые задавали просто пользователи интернета, наши граждане Украины, далеко не специалисты, он ответить, в общем-то, ни на один из профильных вопросов не сумел. Ну, к примеру, когда его спросили, задали вопрос о том, чтобы он назвал хотя бы представителей пяти видов ихтиофауны, он долго сидел задумавшись, а потом вот с таким всплеском рук Эврика типа сказал рыбы, вот, чем вызвал, конечно же, смех у конкурсантов и у, в общем-то, членов комиссии тоже. На вопрос, в общем-то, что такое пищевые цепочки, пищевая пирамида, он тоже долго смотрел и тоже не смог ответить. То есть, вы понимаете, представляете? Ну, это говорит об уровне, да. Уровень. То есть, человек не смог ответить даже на вопрос, что такое экология. Все-таки предлагаю начать сначала, потому что вот эта тема давно с конфликтом вокруг Нацпарка, Тузловские лиманы развивается, и идут судебные разбирательства. Дело в том, что мы знаем, что Иван Русев во главе Нацпарка хотел открыть канал и выпустить рыбу для ее возможности общения с популяцией, со своим видом. В чем сейчас, ну, скажем так, как сейчас там эта ситуация обстоит с судебными решениями, как уже сама рыба, уже температура воды уже понизилась до предела, чем это сейчас грозит конкретно, и что сейчас происходит с Нацпарком? Ситуация, в общем-то, сложная. Она сложна тем, что вот эта коррупционная цепочка, которая, в общем-то, вскрыл Иван Русев со своей командой, она затронула, в общем-то, министерство в первую очередь. То есть, оно идет оттуда. И когда мы посещали этот конкурс, мы встречались с такими же активистами, как и мы, из разных абсолютно уголков Украины, и в частности, были представители парка Гуцульщина и другие. И все, как один, говорили, что да, вот сидит господин Иваненко, который возглавляет департамент заповедных справ, который является самым, что ни на есть, черным кассиром министерства экологии, на которого замыкаются все вот эти вот цепочки. Я передаю слова людей, которые просто все как один сошлись, это их мнение. Что касается Одесской области, у нас работает госпожа Бизова в департаменте областном экологии, которая является родной сестрой господина Иваненко, поэтому вы понимаете, что если где-то связи как-то ветвятся, да, коррупционные я имею в виду, то здесь они непосредственно ведут в Киев. Поэтому такой господин, как Панасюк, он является заместителем директора Петрева, выезжал на мероприятие по возобновлению природной прорвы и лично препятствовал этому, якобы представляя интересы государства. На самом деле это было не так, у него не было никаких письменных указаний на этот счет. Контактировал лично с браконьерами, лично со Фторенко, который был, будучи директором национального парка до Русева, заключил сам с собой фиктивный договор. Он одновременно являлся учредителем компании «Гранит-2» и был директором национального парка. Вот он заключил сам с собой договор о якобы сохранении барригенных видов рыб и через областное управление экологии они начали этот договор, кстати, не утвержденный министерством, они начали под это дело фиктивно какие-то документы якобы готовить. Какие мотивы вот у них были, чем они руководствовали, скажем так, и почему запрещали после этого Ивану Русеву открыть прорву? Мотивы их понятны и просты. Просто грабить граждан Украины и замкнуть все вот эти цепочки на свой карман. Понимаете, захватив, фактически узурпировав весь ресурс, рыбный ресурс национальных парков Тузловской лиманы, потому что организовав этот канал, который, в общем-то, действительно несет гидротехнические функции на себе определенные, но они его снабдили дополнительно, дооборудовали ловушками для вылова рыб, что не было, в общем-то, предусмотрено этим каналом изначально. И вот сейчас проконтролировать, понимаете, никто не может, потому что они не допускают никого на территорию. Фактически все рыбы, которые находятся, это кефаль, в этих громадных водоемах, она вся выходит и как через сито, через их вот этот канал. Именно поэтому они фактически препятствовали возобновлению природной прорвы. И именно поэтому именно они ее, в общем-то, засыпали. Понимаете, когда у людей есть такой поток финансовый, у них есть возможность содержать экскаваторы, технику и так далее, у них есть возможность демонизировать, в данном случае, команду Русева среди местного населения. Хотя по факту рыбаков никто не притесняет, потому что в данном случае, когда мы говорим о фирме Гранит-2, речь идет о промышленном браконьерстве. Им для вылова рыбы никто не нужен, ни рыбаки с их лодками, абсолютно никто. Более того, соорудив это сооружение у себя на первом километре косы, они фактически устроили приграничную зону, то есть для того, чтобы рыбаку попасть теперь на косу, на вот эту громадную часть, им надо пройти через их огражденную территорию. Фактически они из-за этого взимают тоже деньги, понимаете? То есть фиктивно сейчас Иван Русев остается исполняющим обязанности главы нацпарка. Как будет он дальше себя позиционировать по отношению к Тузловским лиманам? Будет ли продолжаться судебный процесс? Да, я хочу сказать, что есть ряд судебных процессов. И в данном случае сейчас уже есть судебный процесс, который ведет организация «Экология права Людына». Фактически они против национального парка. То есть в данном случае речь идет о том, что этот конкурс проводится нелегитимно. Должен быть утвержден соответствующий, разработан соответствующий план и конкурс должен вестись по соответствующим требованиям. Сейчас будет решение суда и, в общем-то, все результаты данного конкурса, я думаю, будут отменены, потому что, в общем-то, признаки формальные. По формальным признакам вы понимаете, что все очень быстро решается. Поэтому в данном случае я бы не рассматривал результат этого конкурса как победу господина Чекиры. Его просто используют для давления на Русева, так называемое принуждение к миру. Какая будет общественность по отношению к этому процессу в дальнейшем? И если не удается добиться справедливости таким путем через суды это затягивается постоянно, получается, это бьет и по экологии тоже? Конечно, да, конечно. Вот сейчас вы говорили о том, что температура воды упала. Кефаль, в общем-то, достаточно теплолюбивая рыба. Понятно, что она вынуждена искать, она ведь не успела выйти в море. Она вынуждена была скатиться в ямы, а их немного, ведь эти лиманы очень мелководные. Поэтому рыба очень слабнет и большое количество рыбы действительно погибнет. Сейчас они уже открыли эти решетки, потому что градиэт температурный не позволяет рыбе выходить, она просто не выходит. Но очень большое количество рыбы погибнет, и это серьезный удар по экологии. Что касается... А, по поводу общественности. Общественность крайне возмещена действиями господина Петрева, который исполняет обязанности областной экологии одесской, потому что они дали рекомендацию человеку. Вот у меня лично есть большое желание, я сейчас подготовлю это видео, я вам его тоже отдам, вам будет интересно посмотреть, да. Где видно, что человек, у него уровень его, не то что, ну я же говорю, ниже седьмого класса общеобразовательной школьной системы. Будете ли вы стараться связаться с господином Чекиром? Может быть отговорить его просто от... Нет, зачем, если человек считает, что он в состоянии справиться. Дело в том, что этот человек представитель фирмы Гранит-2, понимаете, то есть у него интересы, бизнес-интересы заставляют ему, в общем-то, переступить через какие-то собственные чувства достоинства, потому что когда человек не может ответить на вопросы школьной программы, но это стыдно как минимум, это взрослый мужчина. И я просто хочу посмотреть в глаза Петрову и спросить, за какие такие заслуги они рекомендовали господина Чекиру в Министерство экологии, ведь это дискредитация в общем-то Одесской области в целом, потому что Одесского региона, ведь у нас есть умные специалисты, и я не пойму, почему не пригласить действительно толкового, если даже отвлеченно рассуждать, да, неужели у нас нет специалиста, который бы мог участвовать в Контурксе хотя бы. К слову, люди, которые представляли другие районы, там были, в общем-то, конечно же, разные претенденты, но такого ужаса, как вот эти два представителя Одесской области, конечно же, не было. Я считаю, что управление экологией должно нести за это ответственность. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, будем верить, что будет продолжаться этот конфликт, как можно скорее он закончится, во-первых, и все будет в законном русле, и наша экология не пострадает просто от вот таких вот ситуаций. Спасибо вам. Сегодня у нас в гостях общественный активист и эколог Владислав Болинский. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Мы обсудили тему смены руководства в нацпарке Тузловский лиман, и которая, по мнению общественников, является фиктивным и требует необходимого пересмотра. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами.